Так, помогите полюбить богослужение. Стою, значит, понимаю, что происходит нечто, не какая-то формальность, но не могу понять значительность этого. А в этом состоянии богослужение мне тягостно, даже неприятно. Не просыпается интерес к нему. Как мне правильно подойти к богослужению, чтобы оно вызывало во мне кратковременную радость? Надеюсь, что с радостью появится и интерес. Слушайте, значит, надо вам обязательно прочитать. Ну что тут? Во-первых, богослужение, что вы называете богослужением? Там самое главное – это литургия, она служится до обеда. Вот это утреннее богослужение, да? Если вечернее, то это всеночное или вечернее, или утреннее, где там она по вечерам идет. То есть богослужение вообще, вам любой семинарист скажет, наука о богослужении – самая сложная церковная наука. Но она в каком-то смысле самая интересная. С чего вам начать? Давайте ищите в сети или в книжных магазинах объяснение божественной литургии. Вот начинайте с этого. Объяснение божественной литургии. Кто там вам попадется, я не знаю, Николай Кавасила или Александр Шмеман, там или кто-нибудь еще, значит, ищите себе объяснение божественной литургии. Для детей сначала даже, давайте сделаем так. Значит, объяснение литургии для детей. Вот там точно все поймете, значит. Вот здесь святые божественные крепкие, здесь Евангелие, здесь Херувимское, значит, там здесь Милость Мира, это вот так. Потом, когда это все поймете, так схематично, идите в храм на литургию, чтобы закрепить практически прочитанное с практикой. Потом читайте уже взрослые книги, вот того же там Шмемана, я как сказал, или там Помазанского, кто там писал, то вы и читайте. Там много у нас всяких этих объяснений. И каждый раз, прочитав что-нибудь, идите в храм для того, чтобы закрепить прочитанное с услышанным. Что такое вход, великий или малый, зачем иконостас, во что одет священник, нужно это все узнать. То есть, что на нем за одежи, что они означают, почему лампады горят, откуда они взялись. Короче, там целая бездна, вот. И вам придется просто осваивать это именно с книжкой в руках, даже не с одной книжкой, а с несколькими. Потом к вечерней можно перейти, к вечернему богослужению, потом к злоупокойному, потом к какому-то еще. Там очень много всего. Так что, уважаемый Алексей, вы правильно говорите, вам нужно будет понять, проникнуть в это все, значит. Потом оно даст вам какую-то радость, потом зажжет вас огонек более глубокого погружения. Так что, начните с литературы. Сначала самый простой. Субтитры создавал DimaTorzok